Уважаемые коллеги, добрый день. Как и договаривались, мы встречаемся сегодня в Петербурге, и я рад всех вас приветствовать. У нас насыщенная повестка дня. После того, как мы проведём заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, продолжим работу в более широком формате с участием делегаций. Сегодня рассмотрим целый ряд важных, принципиальных, я бы сказал, вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции. В частности, предстоит одобрить подготовленные по инициативе российской стороны проект декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашего объединения на период до 2030 и на перспективу до 2045 года. По сути, это новый документ программного характера, которым предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм и некоторые другие. Подчеркну, в разработке декларации активное участие принимали правительство, ведомства и эксперты всех стран-членов, рассчитывая, что мы с вами утвердим декларацию, оформив это соответствующим решением Высшего Евразийского экономического совета. Хотел бы особо отметить, что накануне нашего заседания подписано соглашение о свободной торговле между Евразией и Ираном. Данное соглашение может иметь действительно серьёзное значение в контексте укрепления связи Евразийского союза с этой одной из крупнейших и технологически развитых экономик Евразийского региона. После вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в Союзе, получат беспошлиный доступ на обширный иранский рынок – 90 миллионов человек, а нетарифные барьеры будут значительно снижены. В этом заинтересованы деловые круги наших стран, которые активно торгуют с иранскими партнёрами, и теперь условия для такого коммерческого сотрудничества будут заметно улучшены. Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший дополнительный импульс развитию связывающих все наши государства транспортно-логистической системы, транспортно-логистических маршрутов, таких как Международный коридор «Север-Юг», создадут предпосылки для наращивания научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов контактов между людьми. В ходе сегодняшнего заседания нам также предстоит принять кадровые решения, в первую очередь утвердить новых председателей и некоторых членов коллегии Евразийской экономической комиссии. С учётом принципа очерёдности, должность председателя коллегии приходит с 1 февраля 2024 года к представителю Республики Казахстан, и наши казахстанские друзья сегодня официально предложат соответствующую кандидатуру. В связи с истечением срока полномочий ряда судей, суда Евразес, на наше утверждение также представлен новый состав этого органа, который должен приступить к работе с 1 января 2024 года. Естественно, в повестку дня включён и целый спектр других конкретных вопросов экономического взаимодействия, таможенно-тарифного регулирования, инвестиционной политики, функционирования общих рынков Евразес. И коллеги смогут высказаться по всем волнующим их проблемам в деятельности нашего Союза. В целом же, говоря о сотрудничестве в рамках Евразес, хотел бы с удовлетворением констатировать, что оно продвигается весьма успешно и динамично, способствуя более полному раскрытию экономического потенциала наших государств. Мы взаимодействуем на принципах взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг в другу. Евразийский Союз действует уже скоро как 10 лет, и за это время почти в два раза увеличился объём взаимной торговли, а совокупный ВВП стран Евразес вырос с 1,6 до 2,5 триллионов долларов. Созданы ёмкие, работающие по согласованным правилам единые рынки товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. А главное, Евразийский Союз состоялся как авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой, базой хорошей, работа которого напрямую способствует повышению благосостояния и улучшению качества жизни граждан наших государств. Теперь хотел бы предоставить слово председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Владимировичу Мясниковичу для более подробного доклада по вопросам сегодняшней повестки. Пожалуйста, прошу вас.